Так, запилим рубрику Вопросы на ответы Так сказать, уже полюбившуюся многим Извините, короче, не смогу за рулем Не могу читать толком вопросы Но я помню на память несколько вопросов Которые хотел, скажем так Озвучить первые Это было, многие люди мне написали, что я же говорю, что Гипсокартон шью только в два слоя На самом деле это правда Мы шьем только в два слоя Стены вообще, в принципе В 95% случаев Мы шьем в два слоя Так же и было на нашем прошлом объекте В котором было в роликах А потолок мы зашили в один слой Ну как бы Я не говорю, что Во-первых, 12-й картон, это раз А во-вторых, потолок достаточно одного слоя Как бы если там Ну там, грубо говоря, 300 мм утепления было Плюс всякие мембраны И прочее-прочее Плюс чердак еще, скорее всего, может быть Будет теплый Поэтому там бессмысленный Бессмысленен был, в принципе, второй слой Ну и как бы естественно Как я уже повторяюсь Я всегда стараюсь придерживаться бюджета Я стараюсь не разгонять объекты Намеренно во всяком случае Вот, то есть Особенно чем дальше, тем больше Я понимаю, что Что нужно, ну то есть иметь какую-то грань Потому что зачастую Ну зачастую я вижу Сплошь и рядом, что люди И я сам, в принципе, грешен Может быть Мы иногда Я не хочу использовать слово Навяливаем Мы уговариваем наших клиентов Сделать что-то избыточное Что в принципе им не нужно Вот Ну как бы тем самым Постраховать себя Хотя мы прекрасно понимаем Что и достаточно там, грубо говоря Половину от того, что мы делаем Но Как-то не хочется нести Ответственность ненужную То есть Ну и прочее Другое То есть Как бы Поэтому я просто всегда Ставлю Ну и в известность Даю несколько вариантов Людям И они Сами выбирают Вот И как бы Ну вот так вот Поэтому То есть Но Я, допустим, из себя дома Достаточно буду делать Там два слоя Всегда Потому что Я сейчас где живу в квартире У меня все два слоя Вот Все потолки Ну по одной просто причине Просто шумоизоляция Звукоизоляция Ну и плюс Я уже говорил Банально Это всего лишь Плюс 100 рублей с квадрата На самом деле В рамках практически Любого бюджета Это не так уж Ну и много Особенно если мы говорим Допустим У меня квартира Там 45 квадратов То есть Ну вообще ерунда Тем более Что как правило Первый слой мы зашиваем Так сказать Мусором Ну не мусором А остатками То есть Какими-то мелкими кусками Чем-то еще Что позволяет Довольно-таки Прилично сэкономить Потому что Те кто занимает За картоном Они знают Что остается Очень много Остатков То есть Как правило Их просто режут И выкидывают Там Вот Поэтому И считаю Зачастую Целесообразным Даже на потолок Второй слой Но Не в 100% Случа Во-первых Всякие там Штуки Непонятные Это довольно-таки То Любой Пилить У меня Салфан Как самый минимум Ремонт Стараюсь Стараюсь Уйти Вообще От Гладких Покрасок Ну как Не то Чтобы уйти Никуда от этого Не уйдешь Потолки Еще ладно Стены Вообще Очень сильно Тяжело Особенно Если темные Тона То есть Это тихий ужас Какой-то Постоянно То есть В 100% Случаев Я недоволен Результатом То есть В 100% Случаев Где есть Гладкая Покраска На стенах Бывают Какие-то Мелочи На которые Приходится Закрывать Глаза На которые Приходится Вешать Какие-то Картины Разбавлять Это все Мебелью То есть Не бывает Как автомобиль То есть Грубо говоря Если люди Хотят Автомобильную Покраску И вы Ему Пообещали Вы Не сдадите Этот объект Это точно То есть Нужно Обязательно Нужно Обязательно Объяснять Людям Что если Автомобильная Покраска Она и будет Стоить Автомобильная Покраска Если Квадрат Автомобиля Стоит Примерно 5-7 тысяч Рублей Покрасить Вот Ровно Столько Стоит И покрасить Стену Квадрат Чтобы Там Было Идеально И ровно Я понимаю Сейчас Малюри На меня Тоже Накинутся Ну Короче Понимание Это так Потому что Все виды Подготовки Все виды Кулечков Заклейки Все эти Слоя Прекрасы Всякие Перекрасы Перешлифовки И все И все И все Остальное Я считаю Это лишнее То есть Люди Наоборот Считают Что покрасить Это стоит Дешево Да нифига Наклеить Флизелин И покрасить Это стоит Дешево А именно Просто покрасить Ровно Гладко Особенно Если темные Тона Это Дорого Будет Стоит Так На этом Выпуск Заканчиваем Потому что Смотрю Уже Много Времени Мы Разговариваем Чик Чик